Стрельцы, меня зовут Ева Лехцер и рада вас приветствовать на своем канале. И в текущем видео хочу вам предложить Тараскоп на апреле 2018 года. По традиции у нас всего 6 позиций. Карты вам покажут общую эмоциональную атмосферу месяца. Какие события наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам текущий месяц. Работать мы сегодня будем с интересной колодой. Называется она двусторонняя, либо реверсивная Таро. Колода не имеет рубашки. Она имеет аверс, то есть лицевую сторону, и реверс, обратную сторону аркана. Ну и соответственно свои значения. Настраивайтесь пожалуйста на расклад. Очистите свое эмоциональное сознание. Будьте расслаблены. Проговаривайте свое имя, дату рождения. Но хочу напомнить, что расклады не могут однозначно проиграться для всех, так как многим из нас необходимо смотреть Тароскоп не только по знаку Зодиака, но и по знаку своего асцендента в натальной карте. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Так, что вас ожидает в плане работы? Финансов. Здоровья. Личной жизни. И совет от карт. Достаточно такой интересный месяц. Ну давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Здесь у нас падает реверс десятки мечей. Либо другая, но другими словами, оборотная сторона. И вот здесь уже знаете, как последствия после поля боя. Это знаете, как уже окончание черной полосы, попытка разобраться в происходящем, то есть в серии, что же произошло, либо что я натворил, как с этим быть и что с этим делать. Здесь идет отсечение чего-либо старого. Причем, знаете, без сожалений. Вот с четким осознанием того, что вы делаете. Это может быть и прежние отношения, и прежняя работа, которая вас тяготила, не приносила вам никаких плодотворных результатов. Либо в целом общение с теми людьми, которые, знаете, вам приносили в жизнь какой-то деструктив. То есть, грубо говоря, вам перелиз вас энергию. А так как здесь показано именно солнечное затмение, то ситуация говорит о том, что, возможно, не все вы видите ясно. Но, тем не менее, интуиция вас ведет, и вы действуете с позиции того, что он говорит ваше подсознание. И действуете вы правильно. Рано или поздно неясные моменты все-таки для вас прояснятся, скажем так, встовут наружу. Но пока этому еще не время. Сейчас вы поступаете правильно с позиции того, как ведет ваша путеводная звезда. Именно ваша интуиция. Что вас ожидает в плане работы? Ой, король жезлов. Ну, карта замечательная. Почему? Потому что, во-первых, либо это протекция, либо это поддержка, либо в целом сотрудничество с каким-то новым деловым партнером. Особенно это касается представителей огненной стихии. То есть, это овен, лев или стрелец. Либо же мужчина, который может так себя проявлять по личностным характеристикам. То есть, темпераментный, страстный, харизматичный, энергичный, такой вот видный мужчина. Человек-победитель, человек, который знает, чего он хочет. Четко отстаивает свои позиции, умеет руководить. Профессионал своего дела. И вас, прежде всего, ценит. Ваш уровень профессионализма и квалификации. Скажем так, по этому аркану у вас будет ситуация профессионального роста. Но, не знаю, здесь может проиграться как переход на новую должность, на новую работу, получение новых знаний, тренинги, курсы, семинары, мастер-классы. Все то, что, скажем так, добавит дополнительный багаж в вашу корзину опыта и мудрости. И, скажем так, поскольку здесь мужчина одет такие вот оранжево-красные одежды, ну, могу сказать, что у мужчины к вам будет не только профессиональный, но и личный интерес, да, личного характера. Возможно, он вас будет проталкивать или пропихивать, скажем так, по карьерной лестнице, либо по, скажем так, ситуации бизнеса, либо у вас, если у вас свой бизнес, из каких-то еще личных целей, личных интересов. Здесь вот в ногах у него ящерица, гуана, да, символ мудрости. То есть мужчина все-таки будет действовать здраво. Свою он будет держать при себе, потому что это он под поясным поясом. То есть все-таки здесь он будет все эмоции держать, знаете, контролировать их. И все-таки мужчина приследует какие-то материальные интересы, потому что зеленый плащ говорит, что эмоции эмоциями, а заработок никто не отменял. Что вас ожидает в плане финансов? Здесь у нас падает десятка кубков. Замечательный аркан. Аркан, наконец-то, говорит о прорыве финансовой области. Это карта финансовой стабильности. Это рост финансов. Это финансовая прибыль. То есть даже свыше того, чем вы ожидали. Это карта, кстати, скажем так, сотрудничества в новой компании, потому что здесь восходит радуга, новые горизонты. Либо же в целом в большой компании, потому что все десятки не указывают на какой-то большой коллектив. Либо по этому аркану вы можете быть фрилансером, работать в нескольких компаниях, что еще тоже такого может проиграться. Карта партнерства. Возможно, по этому аркану у вас будет дополнительная прибыль за счет, скажем так, делового партнера. Либо мужчины, который вас спонсирует, да, вот нашего мужчины именно, ну как, с которым вы строите взаимоотношения. Но здесь однозначно, в плане финансового апреля месяца, вы нужды знать не будете. Потому что эта карта, наконец-то, говорит о обретении, росте доходов. Ну, скажем так, я искренне за вас рада. Так, о чем нам говорят последующие арканы? С позиции здоровья у нас падает рыцарь жезлов. Ну, про рыцарь жезлов, либо там могут быть какие-то заболевания, которые связаны со вспышкой температуры, то есть, грубо говоря, да, жар, какие-то такие, ну вот, либо ситуации воспалений, которые быстро проходящие, но тем не менее имеют место быть. Что это, чего это будет касаться, сказать сложно. Здесь нужно выкладывать дополнительные арканы, потому что это могут быть и простудные заболевания, элементарное воспаление каких-то женских половых органов, да, связанные там с простудой и так далее, либо в целом, ну, жар и высокая температура может быть абсолютно по разным причинам. Здесь нужно именно докладывать карты. Но тем не менее, рыцарь, это ситуация быстроты, быстрых действий, то есть, это как быстро придет, так и быстро уйдет, поэтому не переживайте. Что касаемо личной жизни, а вот здесь у нас падает реверс стройки вещей. Это, знаете, карта разбитого сердца, либо окончания чего-либо, какого-то треугольника, то есть, ваш осознанный выход из каких-либо отношений. Так как мы все-таки смотрим на личную жизнь, хотя это может быть касаться и партнерских отношений, именно деловых, но тем не менее, знаете, какое-то осознанное окончание, то есть, сама по себе ситуация, как, знаете, сели, переплакали, переболела, отболела, простились и ушли, потому что вы понимаете, что ситуация ничего больше вам не принесет, она только тянет вас мертвым грузом на дно. Есть желание, скажем так, пресечь наконец-то вот все то, что разбивало вам долгое время сердце, вас не устраивало, потому что вы видите, что на почве этой старой ситуации идут новые ростки, новая жизнь, новые возможности, новые перспективы, либо благоприятное развитие текущих отношений с тем партнером, который у вас есть, либо в целом новое партнерство. А вот то, что, скажем так, ненужное, вы отсекаете без сожаления. Да, возможно, вам будет больно, вам будет тяжело, но тем не менее, для вас это будет по благу, и вы это понимаете, и делаете это осознанно. Так, и какой же совет от арканов? Аверс, рыцарь и мечей. Действуйте молниеносно, беспромедлительно. Это карта импульса, карта позыва. Это, знаете, но во многом, скажем так, карта воинственная, потому что она говорит о том, что отсекайте. Пришло время избавиться от ненужного. Отсекайте ненужные связи, ненужные общения, деструктивные отношения, отягощающую работу, либо все то, что, вы знаете, не давало вам радости жизни. Вот теперь, наконец-то, пришло время, потому что вот этот вот огненный плащ и вот эта вот накидка на лошади, они четко говорят о том, что у вас кипит, бурлит энергия, которая не находит выхода. И вот теперь пришло время расставить точки над И и, знаете, как выпустить свой потенциал, потому что есть перспективы развития, есть перспективы роста. Для кого-то это в целом ситуация перемен, в каком плане? Переезда, на новое место жительства, на новое место работы, потому что все рыцари это карты, связанные с какими-то перемещениями. Либо, например, ваша работа будет связана с командировками и переездами. Но в целом карта говорит, что хватит сисюкаться, цените себя, цените свою жизнь, отсекайте ненужное. Делайте это без сожалений и тогда вы обретете нечто новое и нечто большее. Ну вот таким вот вышел расклад. На самом деле, крайне благоприятен, несмотря на какие-то негативные моменты. Не знаю, как он у вас отыграется. Надеюсь, все-таки отыграется. Это только положительные вещи. Отписывайтесь впоследствии в комментариях, как у вас проигрываются либо не проигрываются расклады. Ну а я благодарна вам за внимание. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.